Лучший спецназовец. За это звание борются участники чемпионата города среди спецподразделений МВД. На полигоне собрались бойцы отрядов Беркут, Сокол, Грифон и Гепард. Для победы в этом двухдневном марафоне необходимо проявить самые лучшие бойцовские качества. В турнире этого года принимают участие четыре команды спецподразделений. Первое испытание – стрельба в тире. Как всегда, мишеням приходится не сладко. Сделать прогноз насчет победителя – задача архисложная. Кто будет победителем в этом году, я вам не могу сказать. Подразделения омолодились, молодежь, которую нужно опробовать, будем говорить так, немножко в обстоятельствах, приближенных к боевым. Второй этап – комплексные силовые упражнения на турнике, подтягивания и подъем-переворот. Определять победителя судьи будут как в личном, так и в командном зачетах. Действующий чемпион спецподразделения «Сокол» из управления по борьбе с организованной преступностью. Но подсчеты у кого в традиционном осеннем чемпионате больше всего титулов не ведутся. Таковую особую статистику мы не подбивали, кто сколько раз был чемпионом в различные годы. Различные подразделения выигрывают это первенство. Это не обязательно наши подразделения милицейские. Это, я же говорю, могут быть подразделения других служб. Точно так же это лично командное первенство, где мы определяем как лучшую команду, так и лучшего спецназовца. И не всегда у нас совпадает, что лучший спецназовец становится из команды победителя. Одной из самых тяжелых дисциплин является преодоление полосы препятствий. В этом деле нужна полная концентрация и тела, и духа. Основные итоги турнира будут подведены в пятницу, когда в спортивном зале «Динамо» бойцы спецподразделений сойдутся в рукопашном бою. Продолжение следует...